Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Билышева. Не погибнуть за металл. Рабочие Криворожстали провели массовый протест. Чего требуют? Вон из Лондона Британия высылает сразу два десятка российских дипломатов. Чем ответит Москва? Четвертое пришествие. Меркель снова стала канцлером Германии. Почему не все союзники голосовали? Если вы чувствуете, что попали в черную дыру, не сдавайтесь. Выход есть. Стивена Хокинга не стало. О чем говорят нардепы, когда повестка дня не вызывает особых дискуссий? В среду, по традиции, избранники в Раду особо не спешат. Готовятся к четвергу, когда, опять же, традиционно в зале максимальная мобилизация. Когда в парламенте, наконец, займутся кадровыми вопросами, в стране появится новый глава Нацбанка? Давайте узнаем. Полупустая повестка уже привычно по средам. Голосовать за что-либо спорное, бесперспективно. Депутатов в парламенте мало. Поэтому на обсуждение выносят те документы, которые способны объединить зал. И по факту в Раде нашлись голоса, чтобы принять закон о защите детей от сексуальной эксплуатации. В завтрашний день обещают быть более насыщенным. И, возможно, появится закон о нацбезопасности. Документ внес президент как неотложный. Сегодня также неотложный его рассматривает профильный комитет. Я думаю, что политическая воля парламенту есть. Президент Украины внес этот законопроект. Он связан с основными направлениями внешней политики. Украина в одностороннем порядке берет на себя обязательства создать такие нормы, и обеспечить в одностороннем порядке ответственность украинского законодательства, Збройных сил Украины, безопасного сектора, национальной гвардии, тем принципам, на которых базируется построение армии и защиту стран, которые входят в этот безопасный сектор НАТО. На жаль, при декларации, там есть абсолютно противоположные нормы. То есть нормы, которые погрешивают нынешнюю ситуацию. То есть они проводят больше хаоса в Украинских силах, чем есть сегодня. И, на жаль, они погрешивают систему парламентского контроля. И, на жаль, еще и проводят у этих маленьких генералиссимусов, чтобы каждый мог себе заработать на армии. Закон призван реформировать военный сектор, привести его в соответствии со стандартами НАТО, ввести новую структуру управления в армии и должность гражданского министра. Вы этого документа не видели. Мы считаем, что сегодня приоритет для нас завершение войны на Сходе. Если любой законопроект соприяет завершению конфликта на Сходе и открытие политического шляха повернения территории людей в Украину, то мы его поддерживаем. Если мы увидим, что это очередная политическая декларация на кшал так называемого закону про реинтеграцию, то мы это поддерживать не будем, потому что это ничего доброго для Украины не принесет. Это очень важно, чтобы армия была профессиональна, так как, скажем, есть в европейских странах. Поэтому мы детально изучим. Если это то, о чем мы думали и обговорили в этот период, то, конечно, мы в первом очереди сможем поддерживать данный законопроект. Он может и завтра появиться на голосовании, но я думаю, что завтра будут важливые, скажем, кадровые вопросы. Все говорят о том, что завтра будет предназначение главы Национального банка и предназначение омбудсмена по правам людины. То, что завтрашний день будет кадровым, убеждена и коалиция. Правда, до сих пор там не знают, как и в какой последовательности будут голосовать. Это открыта публичная позиция Народного фронта. Это было решение фракции, которое поддержало большинство голосов пана Смолеяна, посадок главы Национального банка. Если это вопрос завтра будет порядок, то фракция будет голосовать. Но еще раз повторю, для средств массовой информации, для тех, кто посетит численные фейки в кулуарах, стосовно каких-то торгов, парламент не базар. Я не знаю, че будет завтра кадровое вопрос, потому что мы же бачим, что коалиции фактически в парламенте нет, между собой не доверяют, грязутся, сварятся и каждый пытается, боится, что один одного кинуть, и каждый торгуется за тот или иной кусок кадрового пирога. Мы в этом участие не берем, потому что мы фракция, которая пребывает в оппозиции до влады. Мы не будем голосовать за кандидатуру, за пропонованную президентом на посаду главы Национального банка. Одна из этих политических сил, Народный фронт, хочет иметь своего Уповноваженного Верховной Ради справа людини, что является нонсенсом, потому что Уповноваженный Верховной Ради справа людини, посликанный наблюдать за дотриманием законности и дотриманием права свободы людини и гражданина в тюрьмах, которые под контрольным Минюстом, и в полиции, в изоляторах тимчасового тримания и так далее, в которых также полиция входит в сферу влияния Народного фронта. А другая политическая сила хочет иметь своего главы Национального банка. И, соответственно, они постоянно находятся в процессе политических торгов, боятся, чтобы одна из этих сил не кинула другую. Правда, вопросы новых назначений завтра снова могут отложить. Это зависит еще и от того, соберется ли в Ради кворум. Но кроме кадровых, в четверг депутаты могут вернуться к повторному рассмотрению законного Госбюро расследований, принять которые вчера не смогли. Полмиллиарда на теплые кредиты больше прав для людей с ограниченными возможностями, а для неплательщиков алиментов больше ограничений. В кабине сегодня приняли целый ряд важных решений. Что изменится, выясняли мои коллеги. Украинцам нужно учиться экономить и самим думать об утеплении своих домов. Об этом говорили на заседании правительства. Кабмин выделил еще 400 миллионов гривен на теплые кредиты. В этом году на поддержку кооперативов и ОСМД направят в три раза больше денег, чем в прошлом. Эти средства пойдут на утепление зданий и повышение энергоэффективности. При утеплении дома или установке счетчиков люди получают частичную компенсацию из госбюджета. По подсчетам правительства, в среднем это 14 тысяч гривен. В прошлом году этим воспользовались более 150 тысяч семей, заявил премьер. В то же время создадут реестр субсидиантов, чтобы бороться с коррупцией. А вот люди с инвалидностью вскоре сами смогут выбирать, где получать услуги. Купить ли протез или в санаторий поехать, пообещал глава правительства. Наши задачи сегодня, а, дать возможность соответствующими виробами, забезпечить соответствующую качество для людей. Дать этим людям возможность выбирать, какой самый вироб, чтобы он был качественный, чтобы он подходил к этой людине. Это другая позиция. Третий, нужно все же таки понимать, что у этих людей есть потреба. И, возможно, нужно переезжать в лекарню, нужно переезжать в какой-то другой заклад. Сегодня Кабмин изменил схему обеспечения протезами и реабилитации людей с инвалидностью. Главный принцип – деньги ходят за человеком. Среди прочего, создадут специальную службу перевозки граждан с особенными нуждами. За каждым нашим решением стоит конкретная людская доля. И потому, когда мы в таких сложных условиях пытаемся сегодня краю вывезти с той глубочной кризи, в которой она пребывает не один год, не один десятилетий, мы должны всегда помнить о людях. Говорили и о тех, кто не платит алименты. По данным Минюста, в реестре неплательщиков уже 170 тысяч людей. Среди них есть даже депутаты и чиновники. У одного из бизнесменов было описано пару плав, которые он использовал для прогулянок. И это спонукало его погасить борг перед своими четырьмя детьми. В правительстве настаивают людей, которые уклоняются от уплаты алиментов, ждут дополнительные ограничения, пообещал Гройсман. В Киевской и Запорожской областях со злостными неплательщиками уже работают первые мобильные группы. Анна Филь, Наталья Шумакова, Ольга Теребинская. Подробности телеканал Интер. Кабинет министров запретил импорт минеральных удобрений из России. За три последних года Украина заплатила России за импорт почти 600 миллионов долларов, пока наши заводы простаивали. Решение временное. Окончательное ждут уже на следующем заседании Кабмина через неделю. Уже больше двух недель народные депутаты требуют от правительства разобраться, почему Украина платит сотни миллионов долларов в Москве за удобрения, которые может производить сама. Сегодня парламентарии снова обратились к премьеру. У нас сегодня присутствует снова пять нардепов, каждый из которых представляет регион, где находится витчизняный выработник минеральных добрей. Проекта постановлено не имеет, а сегодня мы имеем 14 березня. То есть выглядит так, что минеральные добрые из России в этом году снова пойдут на посевну, а наши витчизня не будут ждать невидимо сколько. Против производителей карбамида и аммиачной селитры из стороны агрессора еще прошлой весной Украина ввела антидемпинговые пошлины. Однако российские производители изменяют химический состав и ввозят их в Украину контрабандой. С начала года бюджет уже недополучил из-за этого более 2 миллиардов гривен, а российские удобрения заняли половину нашего рынка. Из-за этого украинские заводы стоят. В нас сьогодні зупиняются подприемства. Сьогодні люди, сотни тисяч сімей сидят без заработной платы, не могут нагодувати своих детей. Володимир Борисович, с великой шаной до вас, я прошу, зупините поставку добрых из Российской Федерации и восстановить работу наших украинских предприятий. И нагодувати семьи, які сьогодні голодують. Украина не має сприяти агрессору Московии, Росії, и купувати их продукцию. А хочу наголосить, что за три роки украинская держава купила в Росії химических добрых на сумму 550 миллионов долларов. Это почти 15 миллиардов гривен. Це ті гроші, які покинули Україну, поїхали, профінансували нашого ворога, який організував війну на Сході. Ещё две недели назад разобраться с контрабандою российских удобрений Владимир Гройсман поручил первому вице-прем'єру Степану Кубеву. Однак решення не було до сих пор. Профільный вице-прем'єр обвинил депутатов, мол, никак не примут нужный закон, щоб диверсифицировать поставки удобрений в страну. А вот разбираться с контрабандою якобы не вице-прем'єрське дело. Закон був поданий рік тому, шановні члени уряду, шановні депутати, 64-22 і 64-21. Імпорт минеральних добрів постачальники сьогодні ввозяться і на ту територію, яка не є під контролем в нас. Проти тих фірм, я назову Єврухім і Акрон, прийняті зовнішній економічній санкції. Це питання закрито. Я правоохоронні органи звернення і прийнял. В відповідь, міністр внутрінніх дел призвал не ждати, а вже сьогодні, полністю запретити імпортудобрений із страны-агресора. Хоча б временно. Росія своїми підприємствами влаштовує демпінг і знищує наш ринок. Антидемпінги і ми-то. Я вважаю, що ми зараз повинні імперативно зробити зараз тимчасовий ембарго і потім виробити рішення. Я прошу це підтримувати. Це питання не... Це питання війни, на жаль. Міністра тут же підтримував і прем'єр. Мене цікавить єдине. Я вам хочу сказати, колеги, депутати народні, я ще раз повторюю, мене цікавить повна замонтаженість українського промисловості. Мені все рівно, кому вона належить. Мені треба, щоб українці працювали. Приняти зараз рішення про введення тимчасових обмежень. Першому віце-прем'єр-міністру на наступний уряд внести введення антидемпінгових мит на ту продукцію, яка є, яка демпінгує наше виробництво і знищує галузь. Імпорт российських удобрений запретили. Рішення пока що временне. Окончательне должны принять на следующем засіданні правительства. Депутати уверені, главное, щоб заінтересовані в российській контрабанде чиновники не попытались затянути це. Якщо хтось не заболтає проблему, не знайдеться якийсь специаліст, який зайде до когось з великих начальників і не переконує цього не робити, то можемо розраховувати, що на наступну середу, через тиждень, ми нарешті матимемо тимчасовий амбарго на ввоз російських аналогів міндобрів до того моменту, поки парламент прийме і в першому читанні, і в другому закон про так звану нуліву ставку для всіх виробників мінеральних добрів, крім Росії. Якщо цього не буде, ясно, буде реагувати вулиця, будуть працівники заводу виходити на пікети, на мітинги, вже були попереджувальні акції, відповідно, буде блокада повна сторони залізниці, зокрема, везення російських міндобрів на територію України. Переписки, спілкування і конструктивні розмови, вони вже, знаєте, вони нічим не будуть допомагати. Буде пряма ідея, будуть, я думаю, що мітинги під кабінетом міністром і під Верховною Радою, і перекриватися контрабандою з країни-агресором буде фізично. Я думаю, буде весь цей комплекс заходів. Уже завтра принять перечень так называемых кодів. Список російських удобрений, которые ввозити в Україну запретят постоянно, должен правительственный комитет. Алексей Пшемыський, Виталій Коваленко, Вячеслав Фролов. Подробності – телеканал «Интер». Ввести амбарго на імпорт российских медудобрений нардепы требовали сегодня на заседание комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Законопроект, который регулирует поставки селитры и карбамита из России, ждет на полке уже более года. Все ли депутаты готовы поддержать химическую отрасль Украины или в стенах украинского парламента все еще остались люди, которые поддерживают страну-агрессор, выяснял Александр Васильченко. Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Главный вопрос повестки дня – поддержать агрессора или ввести эмбарго на ввоз российских медудобрений. На рассмотрении два законопроекта. Основная суть законопроекта 64-22 – отмена таможенных пошлин на импорт минудобрений. Автор альтернативного документа под номером 64-22-1 нардеп Олег Петренко утверждает, пошлины, навоз заграничной селитры необходимо оставить. А на поставки российских компаний следует наложить полный запрет. Любая краина нормально защищает своего выработника антидемппинговым заходом. У нас в Украине они то принимаются, то отменяются. Когда минулого раза их министерство экономики отменило, все предприятия химической галактики просто зупинились. Десятки тысяч людей просто остались без работы. В качестве примера парламентарии приводят статистику. Только за последний год из-за импорта минудобрений Украина недополучила в госбюджет более 20 миллиардов гривен. Впрочем, несмотря на все аргументы, запретить на законодательном уровне агрессору ввозить селитру на территорию Украины, члены комитета не решились. До голосования дела так и не дошло. Документ, который должен был поддержать отечественное производство и остановить импорт и контрабанду зарубежного сырья, отправили на доработку на неопределенный срок. На жаль, комитет не проявил патриотичной позиции. Все ж таки, под угодой где-то в Москве все ж таки действует. И на рахунок думают только про особистую вигоду, а не думают про интересы государства и народу, и про працюющих украинцев, которые сегодня мают загрозу втратить рабочие места. Все ж таки, удивило то, что для депутатов этого комитета этот законопроект выявился несподиманкой в порядке денному, не удивляясь, что он уже год был зарегистрованный. Депутаты показали взагалі неразуміння суті законопроекту. Але наразі маємо просто затягування цього процесу, чергове затягування. Цього разу вже на законодавчому рівні. Нардепи убеждены лоббістам российских производителей не удастся сохранить свої експортні позиції. І заявляють, отступати не намерены. Уже на следующей неделе снова будуть требувати решение этого вопроса у прем'єр-министра України. Александра Васильченко, Ольга Теребинська, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер. В военной прокуратуре утверждают, что российские производители удобрений финансируют боевиков так называемых ЛНР-ДНР на востоке України. Об этом заявил народний депутат Олег Петренко. Вопрос запрета експорта обсуждали уже вечером на заседании комиссии Министерства економразвития України. Представник Генеральної прокуратури говорив про доказову базу финансування тероризму вырубниками минеральних добрів з Российской Федерації, з країна Агресора. Достатньо закрита інформація, але факти, які були озвучені, вони, знаєте, вони мають останні сумніви чиновників просто розвіяти щодо доцільності введення ембарго на посвящення добрив з країна Агресора. Вже завтра ми певних рішень вже очікуємо. Емінічні підприємства практично сьогодні стоять. Це 100 тисяч сімей, які лишилися на призволяще. І завтра я переконаний в тому, що буде прийняти рішення нормальне. Також в Комітеті по ембарго на ввезення російських добрив і перекриє канал спостачання грошей і фінансування тероризму ЛНР-ДНР. В Кривому Рогі на митинг вышли около полутысячі рабочих Криворож-сталі. Главне требування – підняти зарплату і усілить контроль за виконання норм охраны труда. Услышно ли їх руководство, розкажет Елена Брынза. Проходна металургічного комбината. Сотні рабочих вышли на акцію протеста. Говорят, на предприятиях економять на безпасності рабочих, а зарплаты із-за інфляції обесценились. Требувати як мінімум троєкратного увеличення. Владимир Васильович працює на Криворож-сталі 16 років. Потрібно 7 тисяч гривень. Говорить, працює, працює і опасне. А того, що працює з нынешніми цінами, вистачає лише на вживання. У мене діти, внуки, треба якось. І квартплата, що жінка не працює. Ну як, сократили це саме. Тут їде поїзд з гарячим чугуном, тут сопровождаєш свої ковши, тут теж може на голову щось упасть. Вийти на митинг людей заставил трагический случай. В начале місяця на предприятии погиб молодой рабочий. Його беременной жене руководство выплатило минимальну компенсацию. Було обрушення кровли на конвертерному цехі, де погиб человек 25 років. Предприятие оцінило життя человека в 50 тисяч гривень. Зарплата на предприятии дуже низка, найзважливість по промисленні. Тому люди вирішили, що вистачає молчати. Нельзя більше терпіти рабський труд. Поддержати рабочих приїхав народний депутат Сергій Каплин. Коли приватизовувалася підприємство, частка заробітної платні у фонді, точніше, частка заробітної платні у собівартості продукції складала приблизно 12-15%. Сьогодні у 3-4 рази менше. Від 4 до 5%. Тепер врахуйте підвищення цін, інфляцію, курс долара, катастрофічну ситуацію у місті, катастрофічну ситуацію в цілому по країні, по регіону. Я приїхав сюди для того, щоб допомогти цим людям захистити свої трудові права, захистити право на гідну заробітну платню. І ми захистимо таке право. Ми будемо проводити масштабні акції протесту. Представитель руководства предприємства заверив, що людей услышали і пообіщав, зарплату повисять. Вот только не уточнил, когда і наскільки. Спецілистами комбіната производиться аналіз, для того, щоб ми учли всі необхідні фактори на ринці труда, інфляція в нашій країні, наші затраты на производство, наші себесовність продукції, і, конечно, аналіз цен на мирових ринках. Якщо ситуація на предприємі не зміниться, робочі обіщають провести більш масштабну акцію протеста. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробності, телеканал «Интер», «Кривой Рог». І там же, в «Кривому Рогі», Сергій Каплин заявив, що деньги на повышення пенсії ветеранам-силовикам є, не хватає тільки політичній волі. Поэтому сейчас, по словам нардепа, важливо об'єдинить усілия ветеранів силових структур всех регіонів, а защищать їх права буде нова організація, яку збудуться вже в ближайшого часу. «Це люди получають мизерні пенсії. Ці люди получають 1,5-2,5 тисячі пенсії. Я знаю командира вертоліта, який 25 років відслужив, защищая Родину, кожен день ризкує свою життя і получає пенсію в размері 2350 гривень. Це позор для такої великої країни. І цей позор ми маємо збудуть, і ми збудемо, об'єднія усілия цих людей». Україна готова увеличити своє участие в миротворчих миссіях ООН. Об цьому Пётр Порошенко заявив на встречі з федеральним президентом Австрии Александром Вандербелленом. Обсуждає ситуацію на Востоке Украины, австрийський гость заверил, що Вена готова підтримувати введення миротворчих миссії на Донбасі. Глави государств прокомментировали також выбори президента России в оккупированному Крыму. Австрия не признає цих результатів, заверил Вандербеллен. «Понятно, що аннексія Крима противозаконна, була і є. І це також позиція Євросоюзу. Тому на території Крима не можуть проходити выбори російського парламента і президента. І це не тільки моя точка зрення. Це однозначно точка зрення всього австрийського правительства». «Ми маємо надзвичайно небезпечну провокацію, коли сьогодні президент Росії Путін прямо напередодні виборів навмисно їде на окуповану територію, відвідує Сімферополь, відвідує Севастополь. І саме тому надзвичайно важлива єдина позиція всього світу про невизнання виборів президента Російської Федерації на територію окупованого Криму. 232 добровольця погибли за час війни на Донбасі. І ще 800 були ранені. Об цьому сообщив глава МВД Арсен Аваков. Сьогодні день українського добровольця. Міністр наградив орденами і медалями полсотни полицейських і національних гвардейців. Добро – це про вас. Воля – це про вас. Захист держави – це про вас. Пишаюся вами, як і весь народ України. За час АТО 232 добровольця загинуло. 799 получили поранення. Кожен восьмий чи загинув, чи получив поранення. І це багато наших друзів. Це от такий от зал. Встал, вийшов і загинув. Задержава. Ми почати повинні з того, що вшанувати пам'ять наших друзів. Вічний пам'ять. Настояча тишина. На Донбасі не стреляли. По состоянию на 6 часов вечера впервые за последнее время ни одной провокации со стороны боевиков. Пользуясь неожиданным затишем, українські армійці тренируются. Як проходять маніври видел Ігор Левінок. Дождь с мокрим снегом і поривистий ветер. Військові шутять. Погода для манівров як по заказу. Тому що тяжело в ученні, але легко в бою. Екіпажі бронемашин із восьмі бригад оперативно-тактичній групіровки Луганск соревнуються на скорість виконання боєвої задачі. Условно, це уничтоження вражескої БМП і пулеметної точки противника. При поганій відомості задачу екіпаж виконав. Відстрілялися, вроді би, добре. Ціли враження. Піхотінці, розвідчі і штурмовіки. Все екіпажи з боєвим опитом. На машинах сліди от осколков. Але армійці уверені, навіть в час війни такі учення крайне необхідні. На дальності для БМП-2 1200 метрів і для БМП-1 на 800 метрів. Ну, відповідно, ростові ціли 400, 500 і 600 метрів. Треба підтримувати їхні майстерні, щоб вони не втрачали своїх навичок. Проползти під колючей проволокою, загрузити і розгрузити боєкомплект, поразити ціль із автомата і звлечі раненого із БМП. Все при полній амуніції. Некоторі бойці на фініше падають без сил. Присідай, присідай, встанай легше. Помогай, і то сильно помагай. Коли ти все відробив до автоматизму, і ти менше губишся в бою. Многі із цих воєнних побували в ожесточённих боях. Іловайськ, Дебальцево, Светлодарська дуга. Сьогодні, в День Добровольця, ребята вспомінають павших собратьів. До войны Андрей работав в Славянске таксистом. Тепер механик БМП. У мужчині п'ятеро дітей, Мінтер. Проблемами участників АТО должно заниматься специальне ведомство о планах создати Министерство по делам ветеранов. Чиновники заявляли не раз, но дальше слов в дело не пошло. И вот сегодня этот вопрос снова подняли в Комитете Верховной Рады. Что решили, расскажет Юлия Жишко. Создавать ли новое Министерство по делам ветеранов? Этот вопрос обсудили на срочном заседании профильного комитета. Глава отчитался о результатах рабочей поездки в США и впервые рассказал о достигнутых договоренностях. Именно недавняя поездка в Штаты стала главной темой сегодняшнего заседания. Александр Третьяков заявил, что финансово поддержать Украину готовы представители Американского Конгресса. Среди них глава профильного комитета Фил Роу и замминистра по вопросам ветеранов США Томас Бауман. От технической до финансовой помощи. Потому что дело чести любой страны это защищать ветеранов. И американцы вне зависимости от того, ветераны Украины готовы поддержать. Есть еще мнение в обществе, что это создается министерство для ветеранов АТО. Будет создано министерство для всех ветеранов. Всех, кто были с погонами. Нардепы единогласно решили ведомство по делам ветеранов создавать нужно. Ведь за последние несколько лет количество участников боевых действий выросло в несколько раз. Это однозначно допоможет. На сегодняшний у нас близко 400 тысяч ветеранов. И это действительно только АТОвцы. Если еще добавить ветераны военной войны у нас есть, афганцы, то это очень большая цифра. Это может быть новая структура, абсолютно новая, которая действительно поможет в медицине найти их социальные статусы. По словам Третьякова, на бывших военных элементарно наживаются. Свернуть коррупционные схемы одна из главных задач, считает глава комитета. Контролировать поток госредств будет новое ведомство. За основу, что мы будем брать опыт американцев. Это три департамента основных. Первый департамент это медицина, лечение ветеранов. Второй департамент это социалка, куда будут ходить все социальные льготы и все что будет обсуждаться по социальным начиная там от пенсии кончая социальными льготами. третий департамент это мемориал. Смысл министерства очень простой. Военнослужащий от момента призыва до похорон должен быть сопровожден государством. Кандидатов на новое министерское кресло еще не подбирали. Проект создания министерства по вопросам ветеранов будет готов уже через несколько месяцев. для этого создадут специальную рабочую группу после чего отправят на голосование в парламент. Юлия Жешко и Геннадий Аникеенко подробности телеканал Интер. СБУ совместно с прокуратурой Аэрокрым разоблачила антиукраинскую сеть которая готовила провокации и диверсии по заказу России. Финансирование осуществлялось через окружение бывшего руководителя МВД Виталия Захарченко. У преступников изъяли тротил, гранаты и патроны. Если Надежда Савченко не явится на допрос ГПУ будет вынуждена внести представление о снятии с нее депутатской неприкосновенности задержании и аресте. Напомню Савченко проходит свидетелем по делу Владимира Рубана сейчас по данным генпрокурора она находится в Испании и вот сегодня вечером нардеп сообщила на своей странице в фейсбуке что завтра планирует посетить СБУ. Виктора Януковича допросит в режиме видеоконференции так решила Болонский райсуд Киева который рассматривает дело о госизмене беглого президента и адвокаты и прокуроры на удаленный допрос согласились. Сегодня суд целый день изучал документы обвинения судья призвал сторону уже сейчас готовиться к дебатам которые станут заключительным этапом перед вынесением вердикта защита настаивает на видеодопросе еще одного свидетеля Идзвинска и для этого понадобится время обвинения категорически против затягивания процесса. Допыт про международную правую допомогу может быть выполнен за месяц полтора два месяца а самая за этот термин только должна быть отправлена повестка. Поэтому мы надеемся на решение суду о том, что он даст возможность допытать нашего свидетеля с территории Республики Беларусь. Сторонозахист не готова к дослежению и изучению своих материалов своих доказов и в связи с этим было перенесено судовое заседание на другие даты. А также было установлено что сторонозахист не забезпечили прибытия своих свидетельств с новым судом. Гражданам Венгрии не рекомендуют посещать Закарпатье в эти выходные. Об этом сообщили на сайте Генконсульства Венгрии в Ужгороде. Дипломаты объясняют решение сложной политической ситуации. В области они опасаются инцидентов связанных с празднованием 79-й годовщины провозглашения Карпатской Украины. В областной администрации ранее заявляли, что не исключают провокации со стороны радикалов. Великобритания высылает 23 российских дипломата и прекращает дипломатические контакты с Москвой на высшем уровне. Это ответ Лондона на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также Британия ужесточит санкции в отношении отдельных россиян. Все подробности расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Время ультиматума истекло. Премьер Тореза Мэй давала России сутки, чтобы ответить каким образом химическое оружие разработанное в СССР попало на британскую землю. Не услышав объяснений от Москвы Лондон решил действовать. Впервые за последние 30 лет из страны будут высланы 23 российских дипломата. Это те люди которых британское правительство считает агентами спецслужб. Им дали неделю на сборы. По словам Мэй этот шаг подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы. Также Лондон отзывает приглашение главе российского МИДа Сергею Лаврову. Его больше не ждут с визитом. И вообще связи с Россией на уровне глав государств и министров разрывают. Байкотировать чемпионат мира по футболу Британия не будет, но ни высокопоставленные чиновники, ни члены королевской семьи на него не поедут. Также Соединенное Королевство усилит контроль частных самолетов и проверки на таможне. В стране заморозят активы российского государства и ужесточат санкции против отдельных российских граждан. Мы не получили никаких объяснений относительно того, почему у России есть незаявленная программа химического оружия в нарушении международного права. Их реакция на использование в Европе нервно-паралитического вещества военного класса сарказм, презрение и пренебрежение. Так что единственный вывод Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери, а также в угрозе жизни других британских граждан Солсбери. Британия созвала вне очередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить применение запрещенного вещества на ее территории. Лондон, уверяет, уже заручился поддержкой американского президента и многих европейских коллег. Среди них канцлер Германии и президент Франции. В то время, когда кто-то извне распространяет фейковые новости, вмешивается в наши выборы и атакует людей на нашей земле с использованием нервно-паралитического вещества, мы должны ответить не трансатлантическими спорами, а трансатлантическим единством. Москва продолжает отрицать участие в покушении на Скрипаля, а высылку дипломатов в российском посольстве назвали враждебным, необоснованным и недальновидным шагом. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. Ушел из жизни всемирно известный британский физик Стивен Хокинг. В 22 года у него диагностировали боковой амиотрофический склероз. Врачи считали, что жить ему осталось всего лишь несколько лет, но Хокинг прожил еще более полувека. В январе ему исполнилось 76. Как признавался ученый, перспектива рано умереть заставила понять, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Потеряв голос, Хокинг общался через компьютер. Одна из его книг, «Краткая история времени», стала всемирным бестселлером. Кадровая лихорадка. После вчерашней отставки к госсекретарям Америка погрузилась в обсуждение, когда же утвердят новую кандидатуру. А помешать этому неожиданно решили правозащитники. Какие грехи они откопали, расскажет Дмитрий Анопченко. Он выглядел мрачно, слегка дрожащим голосом зачитал короткое прощальное заявление с листка бумаги и ушел, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Так в госдепартаменте завершилась эпоха Тиллерсона. Недолгая эпоха. Теперь здесь ждут Майка Помпео. В том, что это в итоге произойдет, сомнений нет. Вопрос теперь в другом. Когда это случится? Ведь для того, чтобы назначить госсекретаря, одного только желания Трампа мало. Нужно еще и голосование в Конгрессе. Проблем вроде бы не предвиделось. Мы будем действовать так быстро, как только сможем, сказали журналистам в кулуарах Конгресса члены Сенатского комитета по международным делам. А именно им предстоит провести формальную процедуру утверждения. Перед тем, как кандидатуру Помпео вынесут в зал. Но неожиданно вмешались правозащитники. Амнисти Интернешнл, Хьюман Райтс Воч и десятки других правозащитных организаций сейчас заявляют, мол, Помпео недостойный кандидат в госсекретарии. А его бывший зам по ЦРУ Джина Хаспел не должна возглавить это ведомство. Обвинения громкие. Причастность к пыткам. Правозащитники уверяют, в отношении Хаспел даже ордер на арест в Европе просили выдать. А Помпео якобы одобрял допросы в тайных тюрьмах ЦРУ. Скандал неимоверный. Масла в огонь даже Сноуден сейчас подлил. Подтвердил эти факты, уточнив, что Хаспел якобы доказательства уничтожала. Джон Маккейн уже поспешил заявить, будем детально разбираться. А значит, с наскока утвердить нового госсекретаря все же не удастся. В итоге за него явно проголосуют. Сбоя не будет. Не тот случай. Но и демократы, и республиканцы, воспользовавшись скандалом, выторгуют у Трампа все, что только можно. В обмен на свою поддержку и голоса. Ангела четвертая. Депутата Бундестага снова избрали Меркель канцлером. Как проходило голосование? Кто пытался напасть на главу правительства? И удержится ли она в кресле до конца срока? Татьяна Лагунова обо всем подробнее. Германия сегодня занимается политической арифметикой. Спустя 171 день после выборов Ангела Меркель снова избрана канцлером страны. За нее проголосовали 364 депутата. То есть всего на 9 больше, чем было необходимо для победы. Но несмотря на такое шаткое большинство Меркель, которая руководит страной уже 12 лет, получила право остаться при власти еще на 4 года. В зале депутаты нового созыва. Среди гостей на трибунах мама и муж. Быстрое голосование и результат с горчинкой. 364 за. Для избрания вполне достаточно. Но Ангела Меркель хорошо знает у правящей коалиции в парламенте куда больше мандатов. А значит ее кандидатуру поддержали не все свои. Госпожа Меркель, вы принимаете результаты голосования? Да, господин председатель. Принимаю. По дороге в президентский дворец а именно глава государства формально назначает избранного канцлера. Еще одна неприятность. С громкими криками к Меркель пытается прорваться какой-то мужчина, но его тут же вяжет полиция. Меркель спокойно уезжает к президенту и уже в полдень она четырежды канцлер самой влиятельной страны Европы. От имени ФРГ на основании статьи 63 Конституции страны я назначаю Ангелу Меркель канцлером Германии. Мои поздравления. Четвертый срок будет для Ангелы Меркель самым тяжелым из всех предыдущих. Ее главные партнеры по коалиции социал-демократы, которых пришлось долго уговаривать на правящий союз. Ее главная оппозиция ультраправая, впервые попавшая в Бундестаг. Ее главный вызов усталость от вечной Меркель и разговоры о необходимости начать поиск преемника. Так что политологи уже вовсю делают ставки. Справиться или все-таки нет? Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова